В осадном положении душа. Ее терзают мысли, атакуют. Сомнения тягостны не дают дышать. Еще и плоть поселена такую. Плоть более всего и досаждает. Земное ищет, по земному мыслит. Снущается и душу, отрицает даже. Если б были крылья, то они б обвисли. Душа, конечно же, должна быть госпожой, а не служанкой в этом тленном теле. Ведь жажду вечности Господь в душе зажег, да вырвались их за предельной цели. Душа пытается качать свои права, когда задумается или устрашится, что жизнь подкошенная поутру трава и может кончиться в ночи от рук паршивца. Куда там? Разум тут же объяснит, что надо брать от жизни все, что сможешь. А она же мгновенно только взмах ресниц, и смерть уже натягивает вожжи. К душе на помощь постом был Иисус, единородный, прежде всех веков. В Него уверовав, теперь Ему молюсь. Из плена вывел Он, и не следа оков. Свобода духа подчиняет плоть, хотя свобода плоти будет много позже. И виноградники душе день-ночь полоть. И я не ничейный, а конкретно Божий. Бог разблокировал границы бытия, ум возвышая к третьим небесам. Всех, примиренных с Богом, так легко обнять, хотя до этого и всех в расход списал. Ни смерть, ни дьявол надо мной не властны. Христова кровь приоборола тьму. В Иисусе жизнь, свобода, наша Пасха, то до конца лишь в вечности пойму. 16 декабря 2006 года.